Верховный суд подтвердил право общественных организаций подавать коллективные иски. Большая палата Верховного суда подтвердила право общественных природоохранных организаций защищать права и интересы своих членов, нарушенные вследствие несоблюдения предприятиями, загрязнителями экологического законодательства. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на постановление суда от 15 июня 2021 года. Таким образом, вышеуказанным судебным решением Верховного суда поставлена точка в вопросе юрисдикции и субъектного состава сторон в коллективных исках в современных украинских реалиях. Такие иски, если они поданы общественной природоохранной организации в интересах своих членов и направлены на возмещение причиненного таким членам вреда вследствие нарушения экологического законодательства, подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Пострадавшие лица в таких исках не выступают истцами или другими участниками судебного процесса, поскольку добровольно объединились в общественную организацию и передали ей полномочия по защите своих нарушенных прав в сфере экологии. Общественная организация в таком случае защищает не собственные права, а права своих членов, что соответствует положениями Архузской конвенции и Закона Украины об охране окружающей природной среды. Напомним, в мае 2021 года заводской районный суд удовлетворил иск общественной организации Стопшлам, постановив Николаевский глиноземный. Завод выплатит 9,2 миллиарда гривен компенсации за нанесенные экологии и людям вред. В тот же день Верховный суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода в рамках обеспечения иска ООО Стопшлам и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенные экологией. Решение суда пока не вступает в силу, поскольку представители НИКС заявляли, что будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет апелляционный суд Николаевской области. Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека. В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкайт, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, феррум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые непосредственно, а также их соединения, могут представлять наибольшую опасность для людей.